Продолжим наш разговор про пользу науки тасриф. Также к пользу этой науки, науки тасриф, относится то, что эта наука помогает в поиске слова в словаре, в словаре переводу или в толковом словаре. Так в словарях, например, сначала первым приводится корень слова, будь то существительное имя или глагол, а затем уже вслед за ним приводится его производная от этого корня слова, имена или глаголы, глаголы разных пород. Значит, для этого надо знать, что является корнем основы того или иного слова, а также нужно знать, что добавлено, какие буквы добавлены, что добавляется для образования той или иной формы слова. Возьмем, например, за пример уже рассмотренное нами на прошлом уроке слово Настал-Ину, которое упоминается в суре Аль-Фатиха. Мы сказали, что эта форма настоящего будущего времени образована от формы глагола прощающего времени Иста-Ана, Иста-Авана в основе, по породе Иста-Фаля. Как видно, здесь человек должен знать породу глагола, как они образуются, что добавляется к корню, какие изменения и связанные со слабыми буквами происходят внутри глагола. То есть, как Иста-Ана превратился в Иста-Ана, потом Наста-Авана превратился в Наста-Ину. Для всего этого в науке Тасриф есть общие стандартные четкие правила. Итак, если, например, мы станем искать слово Иста-Ана в основе, исходя из его первой буквы, Хамзы, то мы его никогда не найдем. То же самое, если мы будем искать в словаре, например, по букве Син, или же по букве Та. Для этого надо знать, что Иста-Ана или Иста-Ана в основе – это глагол по породе Иста-Фаля, где три буквы, лежащие или стоящие напротив буквы Фа, Ай-Ла, является корнем, основой, а Хамза, Син и Та – это добавочная буква, которые были добавлены в начале, в начале этого корня. И так у нас получится или получился корень Ау-Нан – помощь, оказание помощи, от которого мы и образовали глагол Иста-Ана, Иста-Ана в основе изначально, а от него уже мы и образовали Наста-Ину. Все эти правила изучаются науке Тасриф. Найдя корень Ау-Нан, нашли мы его очень просто, убрав все добавочные буквы, которые к нему были добавлены. Найдя этот корень Ау-Нан, мы найдем здесь все производные от него породы. То есть породы глаголов. Например, возьмем глагол ААна, Ау-Нан в основе – помог. И его мастер имя действия, имя действия ИА-Нан в основе – оказание помощи. Также, например, Ау-Нан содействует помогать, и его мастер Му-Ау-Нан. Та-Ау-Нан помогать друг другу сотрудничать, и его мастер имя действия от глагольного имя Та-Ау-Нан – сотрудничество, взаимная помощь. Иста-Ана и Иста-Ана – просить помощь, привлекать на помощь кого-либо, и его имя действия от глагольного имя, то есть мастер Иста-Ана-Тан – просьба о помощи. А также образуемые от этих форм, другие формы, как, например, Ис-Му-Фа-Ал-Нан при части действительного залога имя действователя, от глагола АА-Ана будет Му-Ау-Нан в основе – помощник. Му-Ау-Нан – сотрудничать, сотрудничающий, сотрудничающий, сотрудник, помощник. Также, например, от Та-Ау-Му-Та-Ау-Нан – сотрудничающий. Му-Ста-Ау-Нан – просящий помощь. А также Исмаль Мафули, имя поддействовано, при части страдательного залога Муста'анан, Муста'анан в основе, то есть тот, у которого просит помощи. Например, в Коране и в других местах мы читаем Аллах, то есть Аллах, тот, у кого просит помощи и так далее. Еще много, очень много других производных форм от данного одного корня Ау'анан. Как мы видим, здесь не обойтись без знания этой науки, науки Тасрифа, ведь все эти правила изучаются именно в этой науке. Возьмем другой пример, корень, например, джэнна, состоящий из трех букв, джим, нун и нун, то есть джим и две буквы нун, значение быть скрытым или скрывать. Этот глагол джэнна, переходом и не переходом, этот корень джэнна объединяет между собой совсем разные, на первый взгляд, слова, но имеющие общее лексическое значение в основе, то есть быть скрытым или скрывать. Например, джинны, то есть духы, названы так, потому что они скрыты от человеческих глаз. Джанинан, зародыш в утробе матери, который также скрыт от глаз. Маджнунан, сумасшедший, то есть чей разум помутнён, получается тоже скрыт. А джэннатун, густой сад, рай, то есть чьи густые деревья не дают возможность увидеть то, что внутри них. Джуннатун, щит, прикрытие, то же самое и миджэннан. А также глаголы и прилагатели, которые образуются от этого же корня, как, например, джэннана сводить с ума, а джэннат тоже сводить с ума или же скрывать, то джэннана сходить с ума и так далее. Все эти слова мы найдем в гнезде или под корнем основы джиннан или джэннана, то есть джим и две буквы нун. Также используя этой науки овладевание большим объёмом общих стандартных правил, знания которых помогают понять изменения, производимые в том или ином слове, а также возможность и умение производить эти изменения в словах. Например, в науке САРФ существует известное правило, которое гласит, что если в одном слове одна за другой встречаются две слабые буквы, две больные буквы ВАУ и Я, и предшествующая из них будет сакунирована, то в этом случае мы обязательно меняем ВАУ, а всегда меняем на Я, а не наоборот. Вне зависимости от того, какая из них предшествует, меняем ВАУ именно на Я, после чего между ними происходит слияние в одну двойную букву, то есть идран. И огласовываем предшествующую ей букву КАСРИ, если изначально там была огласовка ДОММАН. Зная вот это правило, мы можем применять его во многих местах, в разных формах. Проведём несколько примеров из Корана, по одной только форме ИСМАФОЛИ, ими поддействованы при части страдательного залога от трёхбуквного корня, основы. Например, МАБНИЮН, возведённый, образован от глагола БАНАЕБНИ БИНАН. В основе было МАБНУЮН, МАБНИЮН возведённым, построенным. МАБНУЮН, согласно упомянутому правилу, мы сначала заменим ВАУ букву ВАУ на Я, после чего у нас получится МАБНУЮЮН. Затем произошло слияние двух букв Я в одну двойную, после чего у нас получилось МАБНУЮЮН. Затем уже, как последний шаг, мы заменили огласовку предшествующую букву Я, букву, то есть букву НУН, с ДОММЫ на КАСРО. Так как ДОМЫ не соответствуют букву Я, в то время как КАСРО соответствует ей. Значит, подобное правило будет применяться в любой форме и самомофоле имени поддействованного, которое образуется от любого трёхбуквенного глагола, переходного глагола, который третий, то есть последний букв, является слабой буквой Я. Приведём ещё несколько примеров из Корана, от глагола, например, АТАЯТИ. ИТИАН, АТА, в основе у нас МАТИЮН, в основе было МАТУЮН. От, например, РАДАЯЯРДА РИДАН или РИДАН, МАРДУЮН, становится МАРДУЮН. МАТУЮН, от ТВАЯТУЮЮТАЯН, МАТУЮЮН становится МАТУЮЮН. Как мы видим, во всех этих словах и формах применено одно и то же правило, которое мы упомянули. Однако применение данного правила не ограничивается только формой исмофоли от трехбуквного глагола, а применяется во многих других местах, других формах. Например, мастер ТАЮН. Изначально было ТАЮН от глагола ТАВАЯТУИ. ТАВАЯТУИ. ТАЮН в основе, потом ТАЮН. То есть сначала мы заменили на Я, потом уже произошло. Их слияние в одну удвоенную букву Я, ТАЮН. Здесь уже нам не придется менять огласовку на касту. Почему? Потому что причесываешь букву ТА, уже огласованную фатрой, а фатра не мешает букве, поэтому ТАЮН. Затем уже в основе у нас ТАЮН и ТАЮН. Становится ТАЮН. Другое очень известное слово, например, САЮН становится САЮН, потом уже САЮН, с удвоением, с ИДАМом. КАЮН по модели ФАЮУЛУН становится КАЮН и так далее. То есть очень много примеров. Также, например, в Сирии мы читаем про пророка, когда он сказал этому вороку Абн-Науфалю, то есть сразу они меня изгонят. Неужели они изгонят меня из Мекки? Известная история. В основе у нас было мухриджуя, мухриджуя. Но несмотря на то, что мухриджуя здесь у нас мудуаф, мудуаф и лей, мухриджуя это мудуаф, первая часть из афетной связки, а я это вторая часть, но мудуаф не может обойтись без мудуаф и лей, поэтому, хотя это на самом деле два слова, но они используются как одно слово. Как одно слово, то есть как бы из-за надобности, из-за нужды мудуаф и мудуаф и лей, вот эти два слова, они рассматриваются как одно целое. Поэтому получается как будто мухриджуя в букве ВАУ и Я встретились в одном слое, а не в двух словах. Поэтому здесь мы применяем это же правило. Сначала мухриджуя меняем на Я, получается мухриджуя. Потом же для ради соответствия буквы Я мы дому меняем на Касу, получается мухриджуя. Ава мухриджуя хум. Аллаху а'нум.